Светлый праздник Новый год. Наряжаются елки, готовятся подарки. О том, как отмечали этот праздник нашей дедушки и бабушки, для кого-то прабабушки и прадедушки в 30-40-е годы прошлого столетия, расскажет новая выставка Музея Победы «Елка Победы». Во время войны люди продолжали праздновать Новый год. Наряжали елки в госпиталях, в тылу и на передовой. Эта традиция напоминала о мирной жизни, поддерживала надежду на скорую победу. В тылу, если была возможность, люди старались отпраздновать Новый год как в мирное время. Увидеться с друзьями, организовать небольшой стол, нарядить елку и пусть даже самыми простыми игрушками из подручных средств. О том, какими игрушками наряжали новогодние деревья в 30-40-е годы прошлого столетия, можно, посмотрев на эту витрину. Здесь представлены елочные игрушки как раз того времени. Картонные фигурки, или как их раньше называли «картонажи», были недорогими и не бились, в отличие от стеклянных. В 30-е годы прошлого столетия игрушки из картона производили только в частных мастерских. Фабричные украшения появились позже, в начале 40-х. Самыми популярными стали фигурки рыб, птиц, зверей и героев сказок. Шаблоны печатали в советских журналах и газетах, и каждый желающий мог сделать игрушку сам, повторив чертеж дома на картоне. Здесь посетители и гости Музея Победы могут увидеть и уникальные фонарики для новогодней гирлянды. Конкретно эти выполнены в виде автомобиля, фонарного столба, растения и даже животных. Были популярны украшения и из стекляруса, соединенного проволокой. Успехи советского воздухоплавания были отражены выпуском елочных игрушек в виде дирижаблей и самолетов. Здесь представлены и открытки, которые писали из тыла на фронт и из фронта домой. Они же представлены у нас и чуть выше. Письма и открытки, которые отправляли из фронта, были очень желанными, ведь помощью них бойцы сообщали о том, что они живы, здоровы и с ними все хорошо. В них традиционно новогодняя тематика сочеталась с боевым иллюстративным рядом, а ведущие художники с помощью карикатур обличали и высмеивали врага. Среди изображений можно встретить репродукции фронтовой живописи, графики, плакаты крупнейших советских художников, посвященные подвигам советских солдат, партизан, тружеников тыла и даже Деда Мороза, изгоняющего фашистов. Как правило, вместе с открытками, с теплыми словами родных и близких, до бойцов и командиров доходили и подарки, которые собирались со всех концов страны и отправляли в действующую армию. Отправка подарков из тыла очень часто была приурочена к разного рода государственным праздникам, таким как День Красной Армии и флота, День Великой Октябрьской Социалистической Революции и, конечно же, не был исключением и Новый год. Бойцам на фронт отправляли концтовары, предметы личной гигиены, сладости, папиросы и теплые вещи. И чаще всего такие подарки собирали оставшиеся в тылу жители страны в городах и селах. Очень часто подарки отправлялись на фронт в холчевых мешочках с вышитыми вручную надписями защитнику Родины или бойцу Красной Армии. Невозможно представить и праздник Нового года без его главного волшебника. Одна из самых старейших игрушек, которая здесь представлена, это Дед Мороз, сделанный из ваты. В 30-е годы это был самый распространенный материал, из которого делались елочные игрушки. Форму человечкам и животным придавали с помощью проволочного каркаса. Заготовку раскрашивали и покрывали клейстером из крахмала. Изготавливали лица и мордочки из глины и папье-маше. На выставке можно увидеть, например, красную пятиконечную звезду, символ Красной Армии и революции, которая сменила на своем месте рождественскую вифлеемскую звезду. Игрушки в 1930-е годы изображали реалии нового быта, символику Советского Союза, фигурки животных, фруктов и овощей. Большинство из них переданы в музею Победы москвичами. Они долгие годы бережно хранились в семьях жителей столицы. После войны на новогодние елки в Советском Союзе вернулись мирные игрушки. Их промышленное производство полностью восстанавливается к 1946 году. Многим игрушкам, представленным на выставке «Елка Победы» в нашем музее, более 80 лет. Увидеть эти уникальные новогодние реликвии можно до 31 января 2022 года. Музей Победы поздравляет вас с Новым годом, счастья и благополучия родным и близким, исполнения желаний и до новых встреч в нашем музее.